всем привет это будет сейчас третья часть какие опасности нас подстерегают на выпасе есть такая улитка она называется прудка прудка и у нее такой хитиновый домик как остренький такой как пика что ли такая вот не круглый а такая пика они не очень сильно большие они вот именно на траве и листиках и когда коза кушает траву она спокойно может сживать эту заглотить эту улитку а именно прудка она является переносчиком яиц гельминтов и через нее коза может заразиться попросту глистами вот поэтому после каждого сезона пока есть трава вот как травы нету обязательно надо укос прогонять глисты пропаивать их антигельминными препаратами вот весной я не прогоняю глистов потому что любой препарат для уничтожения глистов чтобы они там выходили он это все равно химия это яд зачем травить козу она ела сено на сене уже никаких глистов нету вот поэтому не вижу в этом смысла а что по лету сказать так это можно каждый день глистов травить потому что ну что она сегодня съела эту прудку да там через три дня у нее уже глисты ну допустим и что мне каждые три дня глистов гнать это и ограничение по молоку молоко нельзя пить вот смотря какой препарат бывает что и месяц нельзя молоко пить поэтому я прогоняю глистов только осенью когда уже мы переходим на сено когда уже трава закончилась ну или когда уже температура такая типа там плюс 3 плюс 5 вот еще ходим вот но прудка это уже не живет то есть при такой температуре это для нее очень холодно и второй момент что нас тоже подстерегает это конечно же клещи вот эти энцефалитные но слава богу наш район по энцефалиту спокоен то есть тут не было ни эпидемии ни никаких случаев заражения энцефалитом через клеща хотя клещей тут очень много особенно по весне когда вот начинает трава влезать они даже на сухой траве то есть как трава еще пробивается вот клеща уже можно зацепить запросто вот и значит что первого клеща когда я там на козе увидела я надела перчатки все-таки дезинфицировала там пинцетом обрабатывала там вытягивала его перепугалась сложила его там в пробирку что вести его куда-то в лабораторию ну спросила у коренных жителей они видят какие клещи какие тут и лаборатории то нет ему что-то выдумываешь ну вот выкинула да и забыла и что случаев таких не было заражение энцефалитом и поэтому я как-то так подуспокоилась и теперь если даже клещ там на код притащил клеща или там на собаке или на мне даже я уже никакие перчатки не одеваю спокойно взяла вытянула этого клеща место обработала зеленкой и досвидос вот только пошла потом руки помыла так что вот клещи и вот эти улитки прутки это тоже как бы бич вот ну все пусть ваши козы и животные никогда не болеют не дай вам бог столкнуться с энцефалитным клещом чтобы прогулки ваши всегда были приятны вот ну все всем пока пока